Всем привет на канале ИП. Дело в том, что, если вы помните, мы снимали недавно ролик по поводу разновидностей гуртов, звездочек, надписей на монетах 2019 года. Эта тема оказалась достаточно интересной и популярной. Все активно начали искать разновидности, нашли еще новые разновидности. Мы обязательно сейчас эту информацию от коллекционеров, которые этим занимаются, скомпилируем, соберем, постараемся выдать еще один ролик. Но, как оказалось, разновидности есть не только на 2019 году, есть и в других годах стольников разновидности. И поэтому мы решили немножко рассказать, что мы уже знаем. Вот перед вами две монеты, 100 тенге, 2002 года. Пожалуйста, посмотрите. И давайте сейчас тоже сделаем по гуртам, сложим их, как положено. Вот берем надпись 100 тенге, здесь тоже находим, вот так складываем. И давайте идем по надписи, читаем 100 тенге, максимально постараюсь, чтобы не совместить их. Доходим до звездочки и видим, что у нас разница в звездочках по расположению. Дальше смотрим надпись жус, тоже уходит, жус, тенге, жус, тенге. И здесь у нас она опять, вот здесь возле звездочки, обратите внимание, где на государственном языке, на казахском, жус, тенге. Видите, какое расстояние? В одно-одном разновидности монеты расстояние большое. Ну, то есть, как бы, оно уравнено между всеми надписями и звездочками. На втором тенге написано прям максимально близко к звезде. То есть, как видите, как минимум два разновидности гурта у 2002 года есть. Так что, пока не поздно, перебирая, смотрите, обращайте внимание и откладывайте оба разновида. Видите, еще вполне реально, вот эти монеты недавно найдены. Очень хорошее состояние, просто они не мыты, не чищены, с обращения. Ну, то есть, их можно помыть и, в принципе, они практически анцевые. Так, а теперь давайте перейдем к 2004 году. Вот видите, их у меня тут четыре монеты лежит. Да, сейчас мы их тоже сложим так же. Так, стотинги. Вот видите, совпадает у нас, да, надпись звездочка, расстояние одинаковое. Так, вот еще у нас сто. Сейчас буду пытаться вот так вот сложить аккуратненько, чтобы вам было видно. Чтобы, главное, они не смещались, потому что это важно. Ну, давайте крутим. Видите, звездочки нормально у нас пошли, да, ровно. Пошли надпись сто. Тенге. Проворачиваем. А теперь дальше обратите внимание. Пошел немножко разнобой, да? Расстояния разные. Надписи тоже чуть-чуть плывут. Давайте сейчас попробуем откалибровать это дело. То есть, ну, как минимум, надо сделать вот таким образом по звезде. Раз сделаем. И вот так сделаем. Сейчас. Сейчас, секундочку. Делаем вот таким образом. Так, вот это тоже надо переставить. Так, все. По звезде сравнили. Видите? То есть, сто тенге, видите, опять ровно у нас стоят надписи, да? Вот сто тенге. И назад мы уже идем, не будем все прокручивать. Вот, обратите внимание. Расстояние от надписи сто тенге на государственном языке, на казахском, до звезды. Вот сейчас ближе к свету подадим. Во, замечательно. Видите? Как минимум, у нас идет четыре варианта расстояния. Один из вариантов обычный, то есть, усредненный, точно так же, как на 2002 году. И один вот очень приближенный к звезде. И два есть маленькие промежутки. То есть, по сути дела, мы имеем место с четырьмя разновидностями гурта. То есть, на русском языке надпись гуртовая складывается идеально. А вот расстояние потом между звездами и надписями на государственном языке немножечко гуляет. И также обращайте внимание на звезды. На 2004 году я не заметил разницу по звездам. А на 2007 году, если я не ошибаюсь, тоже бывает звезда малая, звезда большая. То есть, пища для размышлений, для поисков есть. Очень многие сейчас заинтересовались этой темой. Ищут, перебирают. Давайте попытаемся все это действительно перебрать, поискать. Пока еще есть монеты на латинице. На кириллице, вернее, появляются монеты на латинице уже 2020 года. Наверняка там тоже какая-то разновидность будет. Давайте попытаемся перебрать это все. И составим, как-то каталогизируем информацию именно по таким разновидам. В комментариях пишите, какие разновиды гуртов вам попались. Потом мы обязательно всю эту информацию проанализируем, соберем. Постараемся найти сами монеты для того, чтобы сделать иллюстрацию и снять ролик. Ну и, думаю, это будет интересно тем, кто именно любит искать разновидности. В любом случае, монета биментальная, она всегда интересна для любого коллекционера. Ну а разновидности? Разновидности всегда греют душу и радуют сердце. Всем удачи. До новых встреч на канале АП.